приветствую всех на канале кашлоу доллар уже достиг 79 рублей и дальнейшие прогнозы все печальнее падение курса рубля не повод для паники а возможность заработать и сегодня я расскажу 5 способов как можно заработать на рост доллара а перед тем как я объясню почему я так уверен в падении рубля прошу поддержать это видео лайком и подписаться если вы этого не сделали на своем канале я инвестирую в акции американских компаний и все действия я показываю на своем портфеле который превысил уже пол миллиона рублей и так почему я уверен в падении рубля может быть стоит срочно бежать в обменник и покупать доллары давайте рассуждать таким образом риски волатильности рубля в ближайшее время возрастают в основном из-за геополитики и опасения новых санкций конечно текущие шторма могут сквозить рубль и на 80 и на 81 однако чисто экономически сегодня более-менее комфортное его место это скорее 74 75 рублей за укрепление рубля это макроэкономические факторы за ослабление потенциально новые санкции волатильность рынков перед выбором сша геополитика а также возможный экономический кризис в турции в общем факторов действительно предостаточно но как нам зарабатывать и что нужно сделать чтобы заработать на росте доллара итак способ 1 акции российских компаний экспортеров ослабление рубля это благо для компаний экспортирующих продукции за рубеж цены в рублях растут а себестоимость производства затраты на зарплату транспорт электроэнергию они остаются прежними экспортеры получают выручку в валюте и конвертирует ее в рубли чем больше доля экспорта выручки компании тем выгоднее для нее рост доллара к рублю за ростом прибыли зачастую растут и дивиденды самые известные российские экспортеры это нефтегазовые сургут нефтегаз газпром транснефть также агропромышленные акрон фосагра к металлургическим относятся норникель русал нлмк и золотодобывающие полюс полю металл однако не все экспортеры одинаково выигрывают от девальвации рубля некоторые кредитуются в иностранной валюте и несут большие валютные расходы поэтому при выборе акции стоит обратить внимание на расходы компаний и соотношение валютного долга с размером экспорта второй способ еврооблигации это долговые бумаги номинированные в иностранной валюте их выпускают государства и некоторые крупные компании вроде газпрома или лукойла держатели евробондов получают фиксированные выплаты а процентная ставка не меняется в течение всего срока обращения облигации таким образом доходность складывается из трех факторов купонные выплаты рост курса валюты изменение цены бонда плюс еврооблигации это высокая доходность по сравнению с валютными вкладами возможность вложиться в долгий срок даже больше 10 лет также высокая ликвидность а еврооблигации российского минфина еще и не облагаются ндфл но главный минус это дороговизна минимальная стоимость одного евро бонда обычно начинается с 1000 долларов третий способ и тф валюте и тф это фонд по и которого номинированы в иностранной валюте он также может помочь заработать на разнице курса этот вариант больше подходит для новичков здесь не нужно выбирать акции отдельных компаний зато можно вложиться в отдельно привлекательная отрасль или рынок в целом главные плюсы и тф позволяет быстро диверсифицировать портфель а порог входа здесь весьма низок однако стоит не забывать про комиссии и избегать вложений на долгий срок кроме того на российском рынке и тф не так много по сравнению с западными биржами четвертый способ акции иностранных эмитентов купить их можно на санкт-петербургской бирже где уже представлены сотни эмитентов а с недавних пор иностранные бумаги торгуются в рублях и на мосбирже но покупка акций иностранных компаний это наиболее рискованный путь из всего списка в отличие от и теф здесь инвестору нужно находить компании самостоятельно и чтобы делать это успешно нужно как минимум разбираться фундаментальном анализе на моем канале есть много видео по фундаментальному анализу и разбору американских компаний ссылочки будут в описании и пятый способ это просто покупка валюты это самый простой способ которому наверняка хотя бы раз прибегали наверное все действительно можно сохранить и приумножить сбережения просто купив иностранную валюту большинство россиян обычно делают этого обменника но это не самый выгодный путь курс обмена всегда выше курса cb разница между ценой покупки и ценой продажи велика а в некоторых банках случае повышенного спроса валюта просто заканчивается гораздо легче купить на валютном рынке мосбирже в этом случае не нужно никуда бежать с паспортом стоять в очереди и терять на жадности банков достаточно просто открыть брокерский счет а главный плюс цена покупки на бирже и и стоимость максимально приближена к реальному рыночному курсу это гораздо выгоднее чем покупать доллары в обменнике с наценкой в размере 2 3 рублей главное не поддаваться панике и так в конце как и обещал мой прогноз я думаю что в октябре мы увидим доллар по 82 а может и 83 это мое субъективное мнение буду рад если вы оцените работу автора лайком и подпишитесь на канал всем спасибо за внимание